И человеку доброе чувство имеющего нельзя об этом не печалиться и не скорбечь, ибо разве не братья всем и друг другу, ни одной ли все крови, ни из одной ли персти, если, видя скотину, постремни, несущуюся в пропасть, невольно всякий чувствует жалость к ней, не тем ли более жалостно видеть погибель братьев и единоверных. По этой причине блаженный апостол оплакивал врагов креста Христова с непристающей болезнью сердца, молясь о них. Пророк Еремия плакал об Израиле, и плач свой оставил описанным всесторонне в Писании. Великий Моисеев опиял к Богу, и ныне, если не простишь им грех их, то и меня изгладь из книги Твоей. Да и каждый из святых, таким же объят будучи состраданием, не забывал молиться о людях в подобных же состояниях находящимся. Так и мы, если хотим вслед их шествовать, да ищем не своего, но пользы ближнего, но и о мире молиться, жалея и сердцем боля о живущих развратной жизнью, об одержимых ересью, об омраченных язычеством и, кратко, за все человеки творить молитвы и моления, как повелено нам от апостола. Так действуем и прежде других самим в себе принесем пользу, сокрушаясь и очищаясь от страстных навыков, от которых, избавившись, подобимся улучить жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. 271. Время четыридесятницы в сравнении со временем всего года, подобно некоему пристанищу неволненному, с которой, стекаясь, все люди получают тишину духовную. 282. Ибо не для монахов только, но и для мирян, для малых и великих, для начальников и подначальных, для царей и иереев, для всякого рода и всякого возраста спасительное предлежащее время. Города и села успокаиваются от шума и молвы, вместо того всюду возглашаются псалмопения и словословия, молитвы и моления, которыми умилостивляемый благий наш Бог. 283. Умиротворяет дух наш, если от искреннего сердца, со страхом и трепетом преподаем и плачемся перед ним, обещая впредь исправление и улучшение. 294. Но к мирянам пусть простирает беседы предстоятели церковные. Я же, как над вами честнейшими поставленные главою, к вам обращу речь, чтобы высказать коротко подобающее. 305. Пост обновления есть души, ибо апостол говорит, сколько внешне наш человек тлеет, столько внутренне обновляется со дня на день. 316. Если же обновляется, то и благообразие приемлет по образцу первозданной красоты. 327. Благообразие же привлекает к себе любительно того, кто сказал, я и отец, придем и обитель у него сотворим. Если таково обычно благотворное действие поста, что он соделывает нас с жилищем Божиим, то нам надлежит приять его с радостью, не тяготясь простотой и милости диеты. 348. Ибо видим, что Господь сильный доставит разнообразную и богатую пищу, а одним хлебом и водой напитал тысячи людей в пустыне. К тому же непривычность к такой диете, облеченная ревностью, перестает быть неприятной. 369. Впрочем, пост не ограничивается одной скудостью питания, но требует воздержания от всего худого, как и грекли святые отцы наши. 379. Будем же воздерживаться от уныния, беспечности, лености, зависти, рвения, злонравия, самоугодия, своенравия. 389. Воздержимся от похоти плотской, потому что и на постящихся нападает этот многообразный змей. 391. Красен был для видения и добр для вкушения умертвивший меня плод, как слышим о нем из Писания. 401. Но обрати внимание, что он красным назван по виду, а не по естеству, как если бы кто, взяв гранату наружно приятного красного цвета, нашел ее гнилою внутри. 401. Такова и сласть похотная, притворно обещает она сладость неслыханную, а был удовлетворен, а оказывается горчайшей желчью, изощренной волей меча обоюдоострого, поедающего уловленную душу, что пострадал прародитель наш Адам, прельщенный змеем, который, коснувшись запрещенной пищи, вместо жизни нашел смерть. 411. Ибо пострадали и все с того времени, да ныне подобным же образом прельщенные. 422. Ибо как он сам, будучи тьма, преобразуется в ангела светло, так умеет преображать и зло в добро, горькое в сладкое, безобразное в благообразное, смертоносное в живительное. 433. И этим способом все злобны, он не перестает всегда прельщать мир. 444. Мы же не дадим себе прельститься такими его приманками, не допустим себя пострадать нечто подобное тому, что страждут пернатые, которые, бросаясь жадностью на видимую пищу, попадают в сети ловца. 454. Но снимем рассуждением прелестные покровы со зла и будем возревать на него голое, как есть, и таким удобно избегать его. 464. Будем притом бодренны на псалмопениях, усердны к песнословиям, внимательны к чтениям. Будем преклонять колено в определенной на каждый час мере и работать своими руками, потому что работать хорошо и не работающий сочтен недостойным вкушение пищи. 485. Будем друг друга тяготы носить, наиболее же постараемся быть друг к другу добрым, милосердны, кротки, благопокорливы, исполнены милости и плодов добрых. 496. И мир Божий, превосходящий всякое разумение, да соблюдет сердца ваши и разумение вашего Христе Иисусе. 507. И здесь, да сподобитесь, безукоризненно достигнуть светлого дня воскресения Господа, в будущем же веке по воскресению мертвых, улучить царствие небесное. 272. 272. Житейские мужи, когда воздвигают себе дом дорогой, не дают себе покоя ни днем, ни ночью, работая, соображая, заботясь, пока не доведут до конца желанного дела. 283. И такое у них к этому рвение, что ум их весь там, на постройках, и живет, и все придумывает, как бы получше устроить потолок и кровлю, как бы разукрасить пол разными мраморами, и как придать подобающее благолепие всему прочему, чтобы все представляло приятный вид любителям таких вещей. Если б кто захотел отвлечь их от таких хлопот и занятий, они встретили бы то с неудовольствием, как великую, какую обиду. 304. Мы же устрояющие жилища нетленные, а нетленные, и не из камней и дерев, слагаемые на из духовных совершенств и благодати, искусно существуемые. 304. Уже ли будем разлениваться, и в рвении к делу этому останемся далеко позади тех? Не будет ли это из всех неправостей самую большую, что здание по принимании стольких и стольких плотолюбивых людей и по переменении стольких господ, наконец, было ставлено, запустеет и разорится? 315. А это странно приемлить Духа Святого, так как если мы есть храм Бога Живого и Дух Божий живет в нас, как говорит божественный апостол, и когда имеющие Его землицу отсели, Он шествует им и пребывает неразлучно с ними вовеки. 326. Но из какого материала устрояется такое здание? 337. Из добродетелей восприемлемых и водружаемых сердца. 348. Возьми ты мне, во-первых, страх Божий, положив его как некое основание, так как начало премудрости страх Божий есть, потом благоразумие, мужество, целомудрие и правду, которые, держась одна другой и союзом любви будущей составлены, и соединяемые. Растут церковь святую в Господе, как написано. 369. Таковой-то храм будем всегда созидать в себе, братья, и всякой красотой добродетелей украшать его не перестанем, чтобы сподобиться иметь обитателям Его Духа Святого и обратить на себя очи ангелов и святых привлекательную красотой жизни. 371. Но как одна из добродетелей есть и воздержание, и в ней мы теперь более других упражняемся, то дадим славу Богу, что одно поприще Его мы уже совершили. 381. Пусть при этом лица наши и изменились против прежнего, но это благим изменением, сияя бледностью от воздержания. 391. Пусть суста наши наполнились горечью от желчи по причине позднего вкушения пищи, зато Дух наш богато усложжен, окрылен будучи упованием. 402. И так будем радоваться, избрав лучшее и расположившись к нему. Скажем, может быть кто, что каждодневное приятие пищи есть ущерб для совершенства поста. 414. Никак. Ибо если было так, то Господь не повелел бы нам каждодневно просить себе хлеба насущного, то пророк Илья не был бы каждодневно питаем вороном в пустыне. 424. То святой Павел прежде божественного Антония, начавший жить в пустыне, не получал бы каждодневно хлеба свыше. 435. То и сам Антоний Великий не предпочел бы каждодневного вкушения пищи в посту более одного дня или недельному. 445. И мне думается, что это вот по какой причине. 445. Так как тело наше, трудясь в продолжении целого дня, утомляется и изнемогает и требует отдыха и подкрепления, То Создатель так и устроил, чтобы оно подкрепляемо было каждодневным приятием пищи и было опять способно к дальнейшему труду. 456. 477. 478. 478. 488. 489. 489. 499. «И да даруется нам еще и еще и здравие тела и крепость духа, чтобы поработать Богу живому и истинному в ожидании последнего дня, В которой да воссияете вы со всеми святыми, как солнце, и да наследуете Царство Небесное». 273. 491. «Попостившись первую неделю, мы теперь другими несколько окажемся друг другу, чем были прежде. Потонели, побледнели, но если внешний наш человек и тлеет, как говорит апостол, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо каким обычно видится тело пространно питаемое цветущим и полным, таково и духовно делается душа через воздержание. Так что, смирив тело, мы придали красоту душе, ту красоту, которой, желая, святой Давид молился, Господи, волею Твоей подашь доброте, добротности красоте моей силу». Этой же красотой и блаженный Павел утверждает, что обручил нас Христу, обручил вас единому мужу, девой чистой представить Христу. «Боюсь же, как змей привстил Еву хитростью, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». «Видишь величие дара, что мы сподобились иметь Христа женихом? Видишь, как обручатель боится за нашу твердость». Итак, душа наша походит на обрученную девицу. «Почему, как такая девица воздерживается от видения мужей, все старание употребляя сохранить себя чистою, пока придет время обвенчания?» Так и душа со всем старанием должна хранить себя чистой от тлетворных страстей и греха до самого исхода своего, в которой она из невестнической храмины тела своего исшедше, если благообразно будет, сияя благими деяниями, а обрадует святых ангелов, если же будет обезображено грехами, порадует демонов в оскорблении Христа, о чем и думать, и говорить жалостно. По этой причине мы утесняем свое тело и строго до жестокости к нему относимся, чем как уздою, какое сдерживаем порыв плоти, чтобы она не свергла долу правчего ум, не в настоящее только постное время, но и во всю жизнь, ибо что есть подвижническая жизнь, как необуздание страстей, властвование над помыслами, непрестанная борьба с невидимыми врагами? Прискорбно это для плоти, но нынешняя легкая печаль по преумножению в преуспеянии тяготу вечной славы соделывает нам, когда мы смотрим на невидимое, а ненавидимое. Итак, невидимых ради благ, которые желает ангелу приникнуть, ради жениха Христа, которому обручены мы, прошу и молю, сохраним чистую душу свою от злых дел и от нечистых помыслов, оскверняющих нас, как сказал Господь, отнюдь не помышляя ни о чем худом, ибо от помышлений, как огонь, возгорается похоть. Но далее будем держать себя от страстей, при самом начале прирожения их отревая искусители. Благими же делами осеевать душу всеусердно, держась предлежащего нам воздержания, чтобы чистыми приселясь от сели. В неизреченной радости взойти на небеса и там всподобиться насладиться радостями брачного небесного чертога Христова. Вчера бурность, ныне тишина. Вчера волнение, ныне покой. Но благословен Бог и искушение отогнавший, и нас укрепивший прибыть непреложными, даже при ожидании того, чем нам угрожали. Таковы истинные христиане, таковы неложные монахи. Всегда готовыми они себя имеют к бедствиям за добродетели, ничего не предпочитают заповеди Божии. Те, враги-гонители, пришедшие сказали, что сказали и ушли. Не столько нас поразившись страхом, сколько сами устыдившись своего поступка. Вам же Господь за то, что вы избрали быть за него гонимыми, полную воздаст награду. Ибо богат, будучи в милости, он обычно венчает избравшего благое и за одно решительное намерение. Искушение еще не рассеялось, но все еще грозит, потому что повсюду повеления державны, чтобы никто не оставался непричастным еретического мудрования. Потому послушаем, что говорит апостол. «При мудрости ходите ко внешнем время искупующее. Слово ваше добывает всегда во благодати, солью растворено, чтобы вы знали, как каждому должно дать ответ. Здесь он научает нас и в искушении не звергать себя, как не попало, ни опять Слово Божие не умалчивать. Ибо если обенец, и говорит Господь, не благоволит тому душа моя». То есть кто поколеблется, но об этом довольна. Пост уже достаточно подвинулся вперед и побуждает нас все с большим и большим усердием стремиться далее, как кто произволяет. Ни от скорби, ни от нужды доброходного постника любит Бог. Впрочем, общежительский закон не позволяет каждому вести себя, как хочешь. Но вот общий предел воздержания послушливым. Отсечение своей воли. Добр пост, потому что укращает страсти и плоть подчиняет духу. Добрый слезы, потому что омывает сердце от грехов и чистым его представляет Богу. Добра молитва, потому что окрыляет ум и соделывает его собеседником с Богом. Добра любовь, потому что всюду придирает свое в пользу ближнего. Добра ревность, потому что облегчает труды и юным делает дух. И старца располагает с юношеской быстротой действовать. Будем же благодушны и ревностны, когда время псалмопения. Усердно поспешим на него, когда время работы. Будем работать усильно, когда время молчания. Помолчим разумно, когда время беседования. Поговорим в меру. Одним словом, будем все делать благообразно и по чину, как нам заповедано, удерживая себя от всякой смуты и задора. Поклонов столько да творится, и обычные стихословия да исполняются, как и сколько силы дозволят с сохранением и здоровья телесного. И Бог мира да доведет вас до царицы дней светлого Христового воскресения. И да сподобит Царствие Небесного, где не пища и питье, но правда, мир и радость в дуще святом. Которыми и добогатит нас Бог о Христе Иисусе Господе нашим. 275. Находясь вне монастыря, мы здесь устроились как могли и как позволяли обстоятельства. Ныне же, когда гонители не продолжают гонение за Христа, нам надлежит пророческому послушать все слова. Выйдите из среды их и отлучитесь, говорит Господь. 286. Если ныне иначе действуют в этом отношении, они сами за себя и ответ дадут Господу в день суда. Мне же кажется, что идти вместе с ними есть то же, что безразличить в отношении своих к еретикам. 297. Видите, как непоследование за ними отдаляет нас от мира и вместе с тем ведет к скорби, к тесноте, к голоду, к тюрьме, к смерти. Но во всем всем препобеждаем за возлюбившего нас Бога, который, когда увидит душу, жаждущую Его, подаст ей силу, чтобы она могла перенести за Него страдания, как свидетельствуют вместе с другими, и сорок мучеников, которых память совершаем мы ныне. 307. Ибо не можем сказать, чтобы они имели другое естество, чем мы. 318. Но поскольку возлюбили Бога от истинного сердца, то облечены стали силою в своей немощной плоти победить невидимого врага и совершить такой и таликий подвиг, который воспевают все христиане. 329. И воистину блажен, кто сподобился сделаться общником христовых страстей, хоть сколько-нибудь. Гонимый, как он был гоним, взятый, как он был взят, бичеваний претерпевший, как и он потерпел, поруганный, как и он был поруган, в темницу заключенный, как и он заключен был. 349. Смотри теперь, почему и написано, если с ним умерли, с ним я живем, если терпим, с ним и воцаримся, если отречемся, и тот отречется от нас, если не веруем, то он пребывает верен. А отречься себя не может. Вики, каковы и сколько обетований и угрозы. 359. Водушевимся же и подвигнемся, не посрамить претерпенного уже нами благодатью Христовую, изгнания, темницы, бича. И что говорить? Не все ли мы сидели в темнице? На такое общение жизни бывает общением и страданий. Но если страдает один член, с ним страждут и все члены. Если славится один член, с ним радуются и все члены. Будем же навсегда одно тело, один дух, как и вы, званы воединое надежду звания нашего, главой имея Христа, чтобы угодить Богу и улучить Царство Небесное. 276. В наступающем поучении неким сказанием хочу расположить вас к утешению. В Болгарии, как сказывают верно то знающие, вышло злое повеление от державствующего там, чтобы находящиеся в плену христиане и братья наши в одни святой четыридесятнице ели мясо за тем, которые покорятся этому, тех оставлять жить, а которые не покорятся, тех убивать. 287. Слово нечестивого взяло силу, собрался народ с женами и детьми, плач и вопль мног, здесь защиту христианского закона, там от страха смерти телесной, наконец, увы, жалостная весть, побеждены и преклонились перед нечестивым повелением. Но четырнадцать из них, отделившись от них, стали напротив их и начали убеждать их не уступать и не покоряться, и в противность христианскому закону не соглашаться есть мясо. 308. При этих словах пошли возгласы и убеждения от народа уступить необходимости и потом покаянием загладить эту вину, но не отдавать себя на смерть так просто. 31. Но тех это немало не убедило и не умягчило. Они стояли на своем, взирая на Бога и на обетованное блаженство. 32. Скиф, видя непоколебимую твердость этих мужей, вздумал через одного поколебать и преклонить на свою сторону прочих. 33. И, убив одного, жену его и детей, раздал скифам в рабство, надея, что другие види это поколеблются и уступят. 34. Но те еще более стали непреклонными, взывая, христиане мы, держимся части умершего брата нашего. 35. В этом исповедании они перебиты все и скончались в Господе. 36. Видите, как и ныне в силе Евангелия Царствия Божия. «Кто любит отца или матерь более нежели меня, не достоин меня, говорит Господь. И кто не примет креста своего и вслед меня идет, не достоин меня. И опять, не бойтесь убивающих тело души же, не могущих убить. И я и говорю вам, бойтесь могучего погубить и душу, и тело в гиенне». 37. «Послушались они евангельских заповедей, прибыли покорными Господу и венчались венцом ученичества, подражаясь святым маковеям, в двойном против них числе, так как тех было семь, а этих четырнадцать. 38. И те за то пострадали, что не хотели есть свиного мяса, а эти за то, что не хотели вкусить постом, какого вот они было мяса в противность закону христианскому. О, блаженные мужи, о, блаженные купли, в одно мгновение времени стяжать вечное упокоение. 40. Что скажут на это те, которые общение с серетиками не считают отречением? 41. Если там совершилось отречение народа по причине согласия есть простое мясо в пост, то тем более здесь общение в нечестиво приносимой жертве, где те, которые говорят, что страдание за икону Христову не есть мученичество. 42. Если там за несогласие нарушить закон церкви Христовой, пострадавшая подъяли мученический подвиг, ни тем не светлейший мученический подвиг совершается здесь, когда не соглашаемся отречись от самого Христа в иконе его. 43. Но так говорят люди темные, омраченные смыслом по причине еретических мудрований своих, которые своими падениями покушаются и другим положить препону в правоверие и правошествие. 44. Мы же прославим благого Бога нашего прославляющего прославляющих Его, который и вроде этим являет мучеников, помышляя при этом, что если люди бедные, по видимости малоученные, жену и детей имеющие, все оставили из любви ко Христу. И тем ли более мы, неженатые, мир оставившие, долженствуем, когда потребует время, явить себя подобными святым ревнителям веры и благочестия. 46. Но это в свое время, когда Христос потребует. 47. Ныне же будем твердо стоять в мученичестве, что бывает в совести непрестанно. Не преклоним колен перед валом, не уступим, бывая поражаемы помыслами, но будем угошать разжженные стрелы лукавого слезами, молитвами, сокрушениями и подобающими озлоблениями плоти. 47. Чтобы и нам можно было с апостолом говорить, во все дни умираю. 48. Так мне Ваша похвала, братья, которые имею во Христе Иисусе Господе нашим. 49. И со святым Давидом тебя ради умерщвляет нас каждый день, считая завет с обреченных на заклание, с которыми да сподобимся и наследниками быть Царствия Небесного. 277. «Благовещение настало, начало господских праздников, и мы должны его праздновать не просто, как многие, но с разумением таинства, ради коего празднуем и благоговеенствуем перед ним». 28. Какое это таинство? 29. То, что Сын Божий, Сын Человеч, бывает, посредницей к тому избрав Пресвятую Деву, вселившись в нее и из нее устроив в себе храм, и совершенным соделавшись с человеком, для чего? 30. Да подзаконно искупить, да всыновление воспримем, как написано, чтобы мы не были более рабами, но свободными, чтобы не были более страстными, но бесстрастными, чтобы не были более миролюбцами, но боголюбцами, чтобы не по плоти уже ходили, но по духу. 31. И входящие по плоти плотские мудрствуют, а сущие по духу духовные, ибо помышления плотские смерть, а помышления духовные жизнь и мир, потому что помышления плотские вражда против Бога, закону Божию не покоряются, да и не могут, сущие же во плоти Богу угодить не могут. 32. Такова, сокращенно сказать, сила таинства. 33. И потому мы должны духовно праздновать в честь Его и духовно вести себя в продолжении Его, в правде и преподобии, в любви и в кротости, в мире и в долготерпении, в благости, в духе святии, чтобы не показать бесплодным и бездейственным в отношении к нам воплощенное домостроительство Господа нашего. И не только это, но должны еще молиться и сокрушаться о мире, чего ради? Ради того, что Сын Божий пришел спасти мир, а мир отвергает его, отвергает его племена и языки, отвергает его варварские народы, отвергает его и святое имя призывающее, одни неправостью веры своей, другие худостью жития своего. 36. Сонадлежало сделать, и он не сделал. Бог, будучи человеком, стал, смирил себя, послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. Дал нам вкушать тело свое и пить кровь свою. Удостоил нас называться отцом нашим, братом, главою, учителем, женихом, сонаследником. И другое многое сделал, о чем подробно здесь нет нужды поминать. И однако ж он отвергается, отвергается, и однако ж терпит это. Не пришел, говорит, чтобы судить мир, но да спасу мир. Кто же нам при этом, что же следует сказать? То, что истинные ученики скорбят об отречениях соучеников, являя тем любовь свою и к учителю, и к ученикам. Таким образом истинные рабы страдают сердцем при неверностях собратьев своих. Поэтому повелевает великий апостол творить молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, за царя и за всех, сущих во власти. Он же о себе самом в другом месте. Вот что говорит. Истину говорю во Христе не лгу. Послушествующий мне совести моей в Духе Святом, ибо скорбь для меня великая и непрестанная болезнь сердца моим, умолил бы я быть сам отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Видишь ли силу любви? Видишь ли высоту человека любви? То же самое и Моисей говорит Богу. Если оставишь грех, их оставь. А если же нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую вписал. Так и мы, как истинные, а не лживые ученики, должны не только о себе самих заботиться, но и о братьях и о всем мире, скорбеть о них и молиться. Ибо таким образом, угодно и творя Господу, соделаемся мы наследниками жизни вечной. 278. В день Благовещения попытаюсь сказать вам нечто немногое по поводу Благовещения, именно показать, сколь велик обет девства, которые сподобились мы приять на себя. Ибо кому, Архангел Гавриил сказал, радуйся, благодатный Господь, с тобою? Не при святой ли Деве Марии? И от кого, воплотившись, вочеловечился сам Бог и Слово? Не от этой ли блаженной Девы? Итак, это девство израстило жизнь всех. Это девство есть царица добродетелей. Это девство есть невеста и невестоводительница Христова. Если желаете, послушаем, что говорит блаженный Павел. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между женой и девою. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу. Да будет свято телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Видите ли силу слова, что брак не дает времени пищись о деле угождения Господа, а о мирском. Таким образом, девству, как наследие, веряется благая часть. Но и Царстве Небесном Девству отдается первенство. Ибо в Апокалипсисе Святого Иоанна написано, «Это суть те, которые не осквернились с женами. Это девственники, они последуют за Агнцем, куда он пойдет». 14.4 Вот какого преимущества сподобляется избравшее и сохранившее Девство. Они споследствуют Христу и сорадуются с Ним. Но не забудем, что чем выше и преестественнее дело это, тем сильнее губитель жизни нашей дьявол напрягается низложить нас, более других страстей, противоположной ему страсти. И сколько уже от века низложил он, кто исчислит. И этого, что может быть жалостнее? Мы же будем хранить душу свою, как зеницу ока, чистой для жениха Христа, не придавая веренное нам сокровище Девство. И не дадим себе пострадать, что страждут рыбы, которые, обмануты быв за травою, проглатывают удочку и находят смерть. Ибо слась плоская удочка есть расплевающая, а не питающая, смертоносная, а не живительная, от которой да избавимся мы силой Божией. И до будущего времени чистыми, непреткновенными да пребудем, пока дыхание будет в ноздрях наших, дабы победоносными, переселясь от сели, улучить нам Царствие Небесное во Христе и Слуке Господе нашим.